Итак, ребят, по сути дела нас ничего не держит, мы можем переписать. И вообще вот это поставить, но это не нужно. Мы когда изучали, и нам это пригодится, я вам говорил, что, ребят, смотрите, помните, да, кто проходил все уроки? Лист-вью, да, и я там говорил, мы там с вами разбирались, что можно с обжиг списать, без обжиг, вспоминайте. Ну, и рассматривали разные варианты, поэтому сейчас пойдем в справку. И, в принципе, мы можем переписать на, это, наверное, любимый метод ваш, ваш будет действительно GetContextData. Он решает сразу две задачи, даже больше, и то, что нам понадобится, посмотрим. Но, тем не менее, можем переписать. Опора идет на контекст, то есть, по сути дела, вы уже поняли с этих уроков, что шаблоны, движок тоже работает и с представлением, и с моделью. Давайте еще раз глянем. То есть, сам движок шаблонов, как переменные, работает и с представлением, и с моделью. Если мы посмотрим, то, допустим, пост, сейчас я открою еще что-нибудь, модель. Нам надо открыть сейчас вьюху, модель и так нам будет понятна. Так. Вьюху открываем наш класс. То есть, мы смотрим на шаблон и видим пост, да. Но, если мы посмотрим чуть ниже. А, вот оно. Ага. Ну, посмотрим. Ладно, насчет того я потом, потом посмотрим заголовки, то есть, title. Но это после, после, когда будем уже дальше. Так вот, мы указывали блок пост юзер лист, то есть, контекст объект name, иными словами, саму переменную, где будут храниться данные. Получается, а потом складывали во временную переменную в шаблонах. Шаблон связан, получается, с овьюхой, и временную переменную мы указываем. С другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, мы работаем сразу и с моделью. То есть, мы указываем поля, наши, да, title. Есть. То есть, шаблон связан и с представлением, и с моделью. Это вы уловили. Здесь все банально просто и гениально. Поэтому я вас с самого нуля учил рассматривать комплексно. Ну, а теперь давайте мы вот что сделаем. Перейдем во вьюху. Вот это можно позакрывать. Перейдем во вьюху. И мы могли это оставить, но оно будет излишне. И закомментируем это. Вот это можно закомментировать. Хотя оно не будет прикасаться. И это тоже закомментируем. Сделаем по-другому. Получим исключение, которое мы получали. Сейчас не должно вообще получаться. Давайте-ка попробуем еще раз. Выборки у нас нету. Нету, нету. Так. Ну и пишет, пока записи нет. Правильно, шаблоны отработали. Ага. Все правильно. Ну-ка, сейчас кое-что эксперимент проведем. Идем. User. User. Делаем так. Когда хотим проверить, если надо быстро. Добавляем файл. UserPost 1. Дальше. Копируем. Копируем. Вставляем здесь. теперь reader post начнем немножко издеваться как проверять на прочность что получить все-таки то исключение сейчас займемся в юхой надо все время замка проверять как она отработает а нам надо убрать теги и в час то есть и все убираем значит а если обрали if and if и тоже убираем теперь открываем все нормально то есть исключение сейчас не вызвало даже правильно потому что все вроде работает но помните у нас выскочила тогда было все тогда тогда user post возвращаем назад назад пока не записи правильно потому что у нас мы убрали это можно удалить сразу вот этот метод get context data он применяется в принципе тогда в нем удобно что в нем можно указать сразу и переменную которую мы указывали для файла то есть для переменную для шаблона и сразу провести выборку поэтому такая оптимальный такой вариант кроме того он поддерживает мы видим погенацию нам погенация пригодится но потом ангоним там удобнее мне делать контекст объектные все это он поддерживает мы даже можем не заморачиваться а просто тупо скопировать и переписать его под себя так объект дата объект дата где-то твой код какой-нибудь кусок а ну вот возьмем черт с ним пойдет нам поэтому идем во вьюху ставим этот код а теперь нам просто надо его для себя переписать берем нашего юзера ставим верх а вот чем дело мы не до конца теперь правильно берем нашего юзера далее далее нам надо выборка вот это нам не надо убираем теперь дальше пишем кресет и в принципе можно делать то что мы и хотели делать только разделим ну получится примерно так то есть как раз здесь я хочу вам один фрагмент прояснить ну я не хочу в енв копаться кучу папка открывать так быстрее набрать откроем джанга исходный код откроем вьюху откроем генерик откроем лист вью мы с ним сейчас работаем и найдем метод 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 кет контекст объект дата вот он тут сразу нам четко понятно то есть поддерживает погенацию вывод страниц и кирюсет видите да то есть кирюсет в принципе мы мы могли переменную назвать как хотите второй момент здесь конкретно указано возвращать метод супер да то есть супер мы будем использовать тут уже к гадалке не ходи далее можно указывать контекст объект нейм теперь мы идем выше и просто по соображалке думаем мы еще будем применять это то что здесь мы вроде не нашли помните мы переопределяли гетки рюсет только до этого а теперь опять посмотрите внимательно на вот эти две записи вот это и вот это смотрите смотрите if elif то есть если или иными словами тут мы видим что идет выборка и сразу метод тут мы видим идет выборка object наш стандартный менеджер object и метод иными словами иными словами да мы там это явно не увидели но ведь мы увидели в любом случае кирюсет но это будет работать на сто процентов иными словами мы можем выбирать данные в любых моделях я сразу скажу можно брать грубо говоря кирюсет сразу стоп сразу это пока запомнить сейчас вам это не понадобится но потом точно понадобится здесь мы пишем например наша модель то есть определяем переменную сейчас примерно то же самое мы будем делать фильтр там это author ну пусть будет там без разницы сейчас напишем как так вот а потом уже в коде дальше дальше в коде мы уже можем применять просто просто кирюсет это я к примеру и сразу метод ордер бай и там значение какого-то поля да пока у нас его нету к чему я вам это рассказываю пока вы новички понятно вот эту надо вещь сразу запомнить почему то есть есть два варианта как мы посмотрели документации там четко указано одно с object а другое просто сразу переменную зачем вам это может понадобиться в будущем и это точно понадобится когда у вас поиск будете писать когда у вас сложные выборки то есть мы с этим я думаю тоже столкнемся то есть здесь вверху можно всегда записать какое-то обязательное условие да обязательное условие которое нам надо будет просто пока вот эту сам саму теорию запомните и все какое-то условие это не будет там ордер бай это это будет условие например ну сейчас 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 а ну например вот возьмем им здесь сейчас вот нет кт в джанга нет больше меньше она это делает символы в gt больше чем это то же самое что вот как знака больше равно ставим меньше чем и так далее или там с учетом только регистра верхнего да с учетом то есть с учетом регистра то есть точно набирать главное замысел пока уловите а потом уже будем писать просто сейчас так вот здесь мы грубо говоря можем написать условие основное которое ну давайте допустим да сейчас не будем делать мы другое делаем и здесь есть здесь есть здесь есть пример более сложный пример пример имеется ввиду откроем нашу модель то есть более сложные выборки тут может быть сколько угодно ну например title да то есть title title дальше ставится два нижних подчеркивания то есть это когда мы применяем какие-то методы конкретному полю star switch иными словами с учетом регистра то есть будет что человек набирать то и будет то и будет отражаться и далее у нас будет там переменные но я сейчас не буду ставить пока просто запомните то есть мы здесь отразили условия которая будет отображать для нас с учетом регистра а дальше мы берем уже применяем как мы будем там контекст дата применять сейчас просто упрощенно да а дальше мы просто применяем кэрисет но уже ставим ордер бай выбрать элементы и там уже по дате минус я надеюсь вы уже понимаете что data created это наша таблица да то есть вот она что нам это дает вот на самом деле условия могут быть совершенно любые то есть вы через точку можете указать грубо говоря с учетом регистра дальше поставить за определенный год ну в общем все что наворотите или что то проверить так это удобно понимаете то есть вот эти два сейчас надо пока просто это запомнить почему потому что зачастую люди пишут пытаются найти выход наворачивают код на самом деле можно в одной в одном методе использовать и так и так ну как правило в любом случае можно и все в одном но просто когда у вас будет более сложные запросы всегда вспоминайте условия я прописываю так а потом просто бомблю то что мне надо конкретно выбрать иными словами еще проще ну уже наверное уловили то есть верхние мы указали с учетом регистра а дальше что выбрать и по дате да откуда и по дате все это я надеюсь вы запомнили теперь мы с вами дальше будем писать нашу функцию и опять же будем применять этот абсолютно принцип который объяснил только все немножко попроще в данном случае мы взяли юзера здесь мы возьмем кресет и пишем как обычно да пост обжикс пост обжикс и у нас был там разделен а мы сейчас специально разделим фильтр это метод вы уже знаете и здесь укажем поле аутер юзер вот этот ордер бай мы в другое место перенесем чтобы вы поняли принцип то есть кресет мы составили все идет через супер да то есть идет переопределение getContextData то есть именно переопределение этого метода указываем супер все далее далее все у нас здесь правильно да 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 правильно то есть мы видим что передача именованных аргументов две звездочки а то я раньше вам ну думал одно говорил поэтому где две звездочки мы это все проходили именованные а где одна это позиционные и дальше заканчиваем то есть теперь мы сразу определяем контекст мы с вами проходили контекст внутри это слова по сути дела вот эти скобки опять же это я объяснял на уроках ранее что мы с вами проверяли в юпитере что это тупое добавление в словарь все банально просто возьмем нашу переменную чтобы нам шаблон не переделывать то есть здесь когда мы берем метод getContextData мы сразу можем указать то есть тогда нам контекст объект name он просто перестает иметь смысл хотя если вы его скомментируете все равно будет работать ну зачем излишний код то есть мы сразу указываем имя которое мы бы хотели задать в шаблоне вот это да где будут сохраняться все данные в данном случае это идет словарь получается если так записать как словарь то что мы ранее проверяли то получается все банально просто это можно проверить и мы проверяли но это давайте те кто уже занимается вот словарь ключ и просто значением является то что мы хотим написать то есть значение будет пересет и дальше мы хотим добавить order by и таблицу как строка как строка и здесь надо запомнить запомните все в шаблоны джанга передает только при помощи словарей в словарях могут быть в самом словаре может быть все что угодно кортежи но передается все как словарь это работает очень быстро то есть здесь мы записываем вот на самом деле вот эта операция это стандартная операция python добавление в словари и у нас получается что что у нас получается словарь ключ является блок лист юзер иными словами получается ключ словаря вот это и есть у нас ключ словаря ну понятно дальше что ключ словаря вытаскивает это значение просто в данном случае это значение состоит из методов одно то что мы прописали да и второе дальше ну как я вам говорил что как я вам говорил что именно джанга согласно документации да согласно исходного кода посмотрите да оно это будет эта конструкция будет работать везде то есть эта конструкция будет работать везде идет переменная и сразу выборка второй вариант значится стандартный менеджер objects и потом метод так дальше ну все берем вот это мы себе копируем и присваиваем значение так ну что не так у нас что ты там брыкаешься интересно супер тебе что-то тебе не нравится давай посмотрим что тебе не нравится и осталось нам последнее в данном случае getContactData из названия понятно да что возвращается контекст почему контекст наверное тоже понятно почему по одной простой причине что как я объяснил здесь идет добавление словарь это и есть у нас контекст да и который и на выходе мы имеем словарь ключ значений поэтому возвращая контекст мы имеем контекст это всегда словарь только почему она подчеркнула юзера сейчас узнаем очень странно где-то что-то конечно конечно все здесь так понятно я же не туда поставил вот так так теперь все правильно ну вот оно будет работать можете для уверенности перезагрузить сами если не будет работать мы будем ругаться и посты также появились только что-то там у нас сломалось надо смотреть пока я там копировал вставлял что-то у нас сломалось что-то у нас сломалось где-то я там что-то зацепил не хочет сейчас разбираться сейчас сказать занятия в компании HTML у нас и в ходе сейчас поэтому я тупо зашел в рок скопировал код и все это не наша сейчас задача наша задача разобраться в коде так поняли и то что я вас попросил запомнить тоже запомнили почему потому что вроде как рук не хватает до всего хватает просто-напросто ребят надо немножко гибкости здесь хоть отбавляй так давайте еще кое-что пару вещей расскажу тоже на будущее сейчас пока мы это делать не будем у нас нет необходимости пока но тем не менее это надо знать и мы возможно с этим столкнемся но чуть позже это как будет знание впрок то есть выше до этого класса мы могли еще по-другому вообще поступить но это если бы у нас было очень много наворочено в одном блоге пока нет смысла мы могли создать класс юзер миксин и и написать да даже object уже не обязательно указывать укажем по старинке привычка уже хотя уже в python 3 не обязательно и написать миксин сейчас я не буду его писать то есть миксин выборка пользователя иными словами все что мы вот здесь писали конкретно для этого пользователя да то есть выбирали мы могли вообще написать отдельно выборку пользователя это было это очень удобно использовать кстати в формах потом мы могли написать еще допустим мы сейчас вот потом решили что вот у пользователя мы решили пограничить его в полях да в формах на будущее мы помогли написать юзер например пост форум миксин чтобы название было понятно что там наворотил форум миксин ну и допустим тут указать я говорю пример до указать модель пост модель пост дальше филд то есть поля и перечислить поля которые просто мы разрешаем пользователю редактировать и перечислить допустим два поля контент а то что мы не хотим чтобы ему слаг там показывалось еще другое уже не было и и сразу здесь дописать просто я показываю сейчас вам зачем это да мы дальше много будем делать что вариантов много на самом деле нет какого-то одного что вот как вы читаете наверное статью там показывают вот мы сделаем то 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 да нет вариантов куча взять функцию вот она только она сейчас у нас не импортируется мы не будем и дальше указать ну например там имя да вот это вот на там на записи у нас просто другие сейчас функции нету пока и указать там что перенаправить после редактирования там на посты пользователя да то в дальнейшем вот допустим если бы мы так делали да то мы могли что делать вот у нас юзер пост листвью да python поддерживает множество наследований мы просто бы тупо вставляем миксинг да юзер миксинг и все и работа по пользователю выбираться пользователю будет автоматически сюда мы можем вставить логин только импортировать его да то есть входить только там после авторизации но мы сделаем эти ну посмотрим там то есть работать с миксингами это целое направление пока мы это убираем просто напросто я вам показал да что есть путей много потому что зачастую я думаю новичок когда читает страницу там три строки кода напишут что вот это мы выведем и что тогда человек думает наверное так и есть на самом деле вариантов большое количество мы с вами будем только использовать большое количество вариантов так ну ребят я свое обещание выполнил то есть мы с вами должны были вывести все записи пользователя так это то что мы делаем это не наше пока у нас все попроще пока я думаю за эти уроки вы успели поверить что у вас получится действительно получится нет здесь ничего сложного просто объяснить один раз надо и в джанго все банально просто понять надо один раз ну и конечно же у нас маловато пока практики почему потому что ну по сути дела что мы сделали мы сделали совсем мелочи вот почему почему ребят смотрите кому будет действительно интересно spb-tut.ru получаете доступ и занимаетесь свое удовольствие потиху во первых это подсказок я много даю в группе то есть вы будете как-то в курсе надо быть именно в струе значит ну и конечно же нам надо опыт почему потому что сейчас мы делали очень простые вещи но по сути дела я делал эти вещи для вас чтобы вы в первую очередь поверили в себя что у вас получится если конечно проходить курс как я рекомендую именно с нуля подключить python то есть разобраться в системе работе с кодом то конечно же картина для вас будет другая но у меня не было людей которые бы хотели и не начали писать а сейчас как вы видите мы будем писать намного более сложные вещи все пока и запомните у вас может не получиться только по одной причине никого не слушайте если вы ничего не будете делать если будете делать все получится выбросьте с головы все остальное все в джанго все в python состоит все сложное из простых вещей а